всем привет дорогие друзья как и обещал ранее сделать более подробный обзорчик на гриффин 25 плюс пришел он вот в такой вот упаковочке сзади имеется наклеечка с проверочным кодом на сайте гиквейп вот на ну то есть продукт на оригинальность прошел продукт оригинальный подтверждается через такая характерная особенность то есть если вы вводите несколько раз для проверки данный код на сайте все это отображается сколько раз пользовались данным защитным кодом на задней стороне у нас описание идет комплектации это как бы в принципе все уже наверно в курсе что внутри и как дать посмотрим что тут пришло т-образная отверточка такая в принципе хорошего качества я бы сказал так пакет с запасными орингами и переходником на 510 дриптип кстати нужная вещь потому что ну не знаю мне так больше понравилось то 10 так вот тут еще запасные винтики есть такие маленькие не потерять потому что срывается грани винтов так заглушка для использования на одну спираль вот такая вот силиконовая стекло дополнительные и крышка без верхнего обдува и сам грифин 25 вот так он выглядит я уже опробовал сознаюсь честно признательный и сейчас расскажу вам все минусы и плюсы датика посмотрим такого поподробнее здесь верхний обдув открывается закрывается такими щелчками и нижний обдув также крутим для подачи жидкости то есть уменьшаем увеличиваем и что касаемо самих то есть стоит стойки хорошие жирные обдув тоже вот я сюда намотал уже флэптон койл вот этого набора который заказывал ранее принципе койлы такие хорошие советую взять но для новичков это все взял думаю надолго их хватит и так что касаемо стоек в принципе отверстия для спирали большие сюда вот видите можно вообще потолще пожирнее что-то намотать обдув хороший регулировка тоже ходит плавно сейчас я нажму на паузу и ну намотаю ватку сейчас мы с вами все это проверим все это будет работать на стик пико будем накручивать итак продолжим уложил я ватку на быструю руку вот так вот получилось все это дело вкладывая в принципе второй раз всего лишь на все как-то это будет выглядеть вот так вот теперь как я буду накручивать его на пико и обещал вам рассказать об этом поподробней показать все это дело мы знаем на пика можно накрутить только 22 миллиметра ну так как гриффин 25 мы видим что он видите не подходит по диаметру я прикупил на сайте алиэкспресс порядка 100 рублей вот такую вот штуку называемый радиатор получается у нас мы накручиваем его на гриффина плотнее а потом все это дело накручиваем на наш айстик вот такая вот будет у нас конструкция ребят с вами как мы видим все видит сейчас показывает 038 сейчас мы заправим жижи промочим ватки и посмотрим как все это дело у нас будет работать жидкость попробуем вот этот фрукт ойл бубли гумб кстати скоро сделаю обзор видео на жидкость как обещал тоже заказывал я много вкусов и как бы скажу какие хорошие какие плохие то есть конечно приходили разные вкусы половина даже после первого раза после первого затяжек прям выливал выкидывал то есть ни о чем следующем видео ждите сейчас мы все это дело промочим вот так вот все это будет дело у нас выглядеть что касаемо протечек конечно я жаловался на то что мало 3 протекает но гриффин течет гораздо больше то есть если он течет тонн течет конкретно и надо все это дело разбирать укладывать по новой ваты проверять о ринге то есть говорите редко но метко вот я промочил ладку в принципе включаем наш мастик где-то 45 давайте попробуем найдет в среднем на 30-45 парил в принципе все все устраивает вкус до вкус конечно намного вкуса намного больше чем на мало 3 но и соответственно жижа уходит раза в три быстрее чем у мало ну вот как видим сейчас она раскачегарится вот пошло то есть пика честно слабоват чуть-чуть слабоват он по сравнению нами придется все-таки заказывать что-то помощнее слабенький пико без разницы парить и наскольких ваттах не тянет в две спиральки и одну тоже для одной тоже слова потому что вчера попробовал на одной спирали попарить что на одно что на двух разницы нет в принципе никакой слабоватый приборчик так что если решите покупать себе гриффина то значит будьте готовы купить себе что-то помощнее какой-нибудь rx там две третьих 200 rx или что-то наподобие того если надумаю себе заказать rx а значит будет обзор так теперь 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 накручиваем заливаем жижи как видим подачи здесь крутится у нас то есть регулируем подачу жидкости все нормуль крышка в принципе хорошо хорошо крутится но резьбы очень-очень мелкие на видео видно не будет резьбы очень мелкие и скорее всего будут очень часто засираться да я заметил такую характерную еще особенность после того как первый раз заправляем бак гриффин не течет а вот на второй раз уже начинает почему-то зараза течь течет он с отверстий обдул у нас приходится соответственно все разбирать по новой укладывать вату не разобрался где там надо ринге надо посмотреть какие-то попробуйте по новой уложить так что касаемо переходника на 510 дриптип тому как но по мне лучше парить через переходник и соответственно с дриптипом взял его родной от мало 3 все подходит идеально по мне лучше парить вот так вот будет выглядеть в итоге эта конструкция ну что давайте попробуем напаснуть сейчас повалит у нас пара дает достаточно вкуса море вот что касаемо вкуса до доволен усопередача по сравнению смела говорю гораздо лучше но и жижа уходит больше тут приходится выбирать либо вкусно но дорого либо экономно но не так вкусно сожалению отдал свой аджес 2 буквально вот на днях другу не получится попробовать аджа стих верни на аджес с 2 зами советский но говорят что вроде тянет на 50 ваттах оно одно и то же получается как-то ребят вот так вот такая вот у меня получилась покупочка вот теперь буду думать стоит ли теперь покупать rx или не стоит может быть что-то в комментариях посоветуйте какой-нибудь другой взять девайс вместо rx что-то муж лучше или как-то подешевле потому что выходит в районе 4000 затрат итак всем спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комменты буду рад ответить на все вопросы спасибо пока пока спасибо за просмотр